Мы находимся в самой старой части Краснодара. Вон там, приблизительно в 300 метрах отсюда, стояла Екатеринодарская крепость. Отсюда и начал строительство войсковой град Екатеринодар. Конечно, я вас не приглашу в те самые давние времена, нам чуть ближе. В начало прошлого века, когда был построен вот этот дом, который сегодня расскажет нам свою историю. Здравствуйте! На Красной 6, старый адрес этого места в начале 20 века, стоял маленький одноэтажный домик, турлучный с треугольным фронтом в стиле классицизм. Похоже на восстановленный ныне дом Брусака. Он принадлежал некогда очень богатой, а концу 19 века обедневшей семье Косолап. Ее члены до этого времени владели большим количеством плановых мест в Екатеринодаре, а потом начали их распродавать. В ту пору, в начале 20 века, там жил Петр Сысуевич Косолап, замечательный человек, в свое время блестяще окончивший императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге. Ему пручили славу, успех, великолепную карьеру. Но он был казак. И войском, а учился он на войсковую стипендию, он был отузван в Екатеринодар. Не малейших возможностей самореализации, не малейших возможностей для серьезной творческой работы. Он пытался как-то преодолеть это состояние. Он давал в местной газете, вернее, это была единственная кубанская газета, кубанские войсковые ведомости тогда, объявление о том, что принимает заказы на портреты. Но, по всей вероятности, заказов не было, объявления прекратились. Ни одного портрета работы Косолапа и ни одной его картины, написанной в Екатеринодаре, до нас не дошло и неизвестно, существовали ли такие. Наверняка он что-то писал, но ничего не осталось. Может быть, где-то в чьей-нибудь частной коллекции безымянное какое-то полотно работы Косолапа есть. Всю свою жизнь он проработал сначала в Мариинском женском училище, потом в Кубанском женском Мариинском институте, в котором было преобразовано училище в начале 20-го столетия. Он преподавал там рисование. Петр Сысович создал эскиз памятника казакам, высадившимся в Тамане в 1792 году. По его эскизу этот памятник был создан, но памятник самого Косолапа уже не увидел, он скончался раньше. Домик его еще долго стоял вот там на красной, уже когда был построен вот этот трехэтажный дом, в котором помещается сейчас арбитражный суд. Участок у Косолапа приобрел Филипп Матвеевич Акулов. Это был известный на весь город подрядчик и поставщик строительных материалов. В 1893 он взял подряд на строительство в Екатериндаре дворца наказного Тамана и успешно справился с этой задачей. Через полтора года двухэтажный дом с полуподвальными помещениями, в которых располагались котельные и подсобки, появился на улице Бурсаковской и украсил кубанскую столицу. Теперь ровно на его месте стоит здание лицея номер 48. На подрядах и поставках трудолюбивый и порядочный Филипп Матвеевич разбогател и вел довольно независимый образ жизни, свойственный Рантье. Более того, он вошел во вкус и купил огромный двухэтажный дом у наследника генерала Назарова. Этот дом до сих пор стоит на углу Красной и Штабной, ныне Комсомольской. А еще построил для своей семьи особняк на Екатерининской, недалеко от вокзала. У Акулова были оптовые нефтяные и керосиновые склады в Екатеринодаре. Он был одним из основателей частного ломбарда, опять-таки, в нашем городе. Когда Акулов приобрел у Косолапа участок, он заказал проект здания, которое он там хотел построить, у Александра Петровича Косякина, известнейшего нашего архитектора, который как раз строил здание Мариинского института. Среди прочего, у него было много работы. Косякин создал проект изящного, симпатичного очень, одноэтажного здания в стиле модерн. Здание это предназначалось для магазинов. То есть, владельцы магазинов должны были брать в аренду там площади. Но то ли дизайн не понравился Акулову, то ли он решил построить нечто более величественное на таком-то месте. Но проект Косякина в дело не пошел. А в это время на весь Екатеринодар гремело имя нового прогрессивного архитектора Александра Козлова. Он не из местных, из самой Москвы. Был специально направлен, чтобы построить зимний театр. И на Козлова посыпались заказы. Куда ж тут уезжать в Москву? Молодой архитектор за 2-3 года уже по собственным проектам построил три гостиницы. Метрополь, Центральную и Националь. Также стал автором ряда особняков, облицованных новомодной глазурованной плиткой-кирпичом. К тому же все постройки Козлова отличались добродностью кладки, удобством и архитектурной красотой. Еще раз пройдясь по обретенному плановому месту, обойдя старый одноэтажный дом Косолаб, который находился прямо здесь, Акулов принимает решение быть на этом месте дому большому. И заказывает постройку трехэтажного дома у Козлова с богатым декором, но неизвестного предназначения. И вот в 1911 году дом был сдан. Применение ему нашлось быстро. Место было центральное, и здесь с удовольствием поселились обеспеченные горожане. Среди них был один, имя которого до сих пор на слуху. Одну из квартир в доме Акулова занимал известный врач Станислав Владимирович Очиповский. Это в его честь теперь названа первая краевая клиническая больница. Как все порядочные, уважающие себя доктора того времени, он вел также и бесплатный прием для неимущих больных. Несколько часов в неделю обязательно выделялось для того, чтобы принимать неимущих больных. Вот этот роскошный дом, можно предположить, что там был такой монументальный швейцар на дверях. В этот дом приходили бедные люди и поднимались. Уж не знаю, провожал ли их швейцар до дверей или нет, но тем не менее это было. В это же время шли переговоры с городской думой об аренде дома Акулова для картинной галереи. У ее основателя, Федора Акимовича Коваленко, чьим именем назван теперь художественный музей, как раз были проблемы с арендой. Своих средств у Коваленко не было и деньги на содержание галереи он получал у городской думы. А хозяин этого дома, адыгейский князь Батербек Шарданов, запросил 4 тысячи в год вместо прежних двух с половиной. Шарданов вообще по свидетельствам современников отличался крайней расчетливостью. Известно, что договор об аренде он составил скурпулезнейшим образом и категорически отказался его заключить без пункта о неустойке. А вот что он написал по этому поводу Федору Коваленко. «Дом я сдаю не по нужде, а ввиду вашего настойчивого желания. И только вам, как представителю, преданному этому хорошему делу, в руках которого дело пойдет так хорошо». В другом письме Шарданов лично для Коваленко сделал скидку до двух с половиной тысяч. Ну а потом, как мы знаем, все же решил снова цену повысить. Почему все-таки Дума не приняла гораздо более выгодное предложение Акулова и не позволила Коваленко договориться с подрядчиком, нам неизвестно. Но галерея, а теперь Краснодарский художественный музей, навсегда осталась в особняке Алчного Бутербека. Не галерея, так другое культурное заведение. Два года в доме Акулова располагалось общественное собрание Екатеринодара. Сейчас здесь располагается Краснодарский арбитражный суд. Все, конечно, уже перестроено и трудно себе представить, где были залы, где приватные гостиные. Но уж если фантазировать, то дам в платьях с кружеванием и в необразимых шляпках на этой лестнице представить себе можно. И в перерывах между вальсами, поднявшись на третий этаж, они подходили к окну и любовались главной улицей города. В гражданскую войну хозяева там сменялись. Там был штаб красногвардейский по борьбе с корниловскими войсками. Когда Красный оставили город, там размещалось военное управление добровольческой билой армии и музей борьбы с большевизмом. А после гражданской войны и в советское время там квартировали самые разные учреждения. От сельскохозяйственного института до управления НКЛД. Это было после Второй мировой войны, сразу, в 40-е годы. В войну практически все дома на Красный были либо полностью разрушены, либо горели, либо пострадали от бомбежек. Так было и с домом Акулова. Именно поэтому, если мы посмотрим на старые открытки и сравним их с нынешним видом здания, то найдем немало отличий. Изначально здание выглядело совсем по-другому. Внешний декор отличался от того, что мы видим сейчас. Козлов, по всей вероятности, думал, если не об ансамблевости, то, по крайней мере, о том, чтобы это здание как-то гармонировало и с дворцом наказанных атаманов Кубанского казачьего войска, и с Екатеринским сквером, и с памятником Екатерины. Фасад здания, главный тот, что выходил на крепостную улицу, то есть теперь это улица Пушкина, и боковой фасад, выходивший на красную, был декорирован вверху, естественно, четырьмя парами пинаклей. А пинаклей, в свою очередь, венчали чугунные булавы. Понятно, что они не были похожи на знак власти и достоинства кашевых атаманов Черноморского казачьего войска. А булава кашевых атаманов хранилась, кстати сказать, во дворце наказанных атаманов. Само слово булава ассоциировалось у екатеринодарцев с концом 18-го столетия, с тем временем, когда казаки пришли на Кубань, когда черноморцы основали Екатеринодар с именем Захария Алексеевича Чепеги, славного кашевого атамана, чья фигура, кстати сказать, входила и входит в композицию памятника Екатерине II. Здания Мила Эркеране сохранились, балконы, угловые балконы, сейчас их нет. После войны они при реставрации исчезли. Балконы эти были декорированы фигурками пути, которые держали в руках гирлянды. По обеим сторонам главного фасада располагались купольные объемы, два. И посредине был еще и бельведер. Бельведер, в переводе с итальянского, прекрасный вид. Легкая постройка на возвышенном месте, позволяющая обозревать окрестности. Кроме отдельно стоящей постройки, бельведером может называться надстройка над зданием. Городоведы того времени до сих пор жалеют о том, не сохранившемся в бельведере, времен постройки дома Акулова. Ну а этот, на который нам удалось сегодня забраться, был надстроен над зданием уже после войны. Хотя название свое, по-моему, вполне оправдывает. Не правда ли? Прекрасный вид. А где-то там есть еще множество домов, истории которых только пишутся. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин